всем привет с вами дмитрий урсул и в этом видео мы проведем еще одно сравнение одного и того же типа устройства вот разных производителей сегодня мы поговорим о с с el компрессоре то есть компрессор который встраивался на консоли вот ssl его еще называет висей компрессор это компрессор с особой схемотехникой управляемый вольтажем то есть у нее просто есть такой свой характер звучания определенный и свой формат реагирования на входящий сигнал из-за чего у него такое достаточно аутентичное звучание и его чаще всего используют именно как бас компрессор то есть он недаром называется именно бас компрессором как правило потому что его используют больше на группах инструментов то есть не на отдельных инструментах хотя никто естественно не запрещает этого но он больше такой как называется клеивающий компрессор то есть которой разные элементы например барабана установки или mixa например в целом склеивать такой некое единое целое то есть его используют очень часто на мастер каналах но по сути то есть мастер компрессор то есть в реальных setting консолях он был действительно таким мастер компрессором который компрессировал весь сигнал в микшерной консоли его используют на мастеринге тоже для компрессии его используют вот для компрессии барабанов то есть у меня например здесь на дорожке drums то есть на шине барабанов у меня установлено здесь несколько компрессоров по сути от разных производителей сегодня у нас на обзоре будет solid bass комп от native instruments ssl комп от waves далее загляну он принципе так называется как склеивающей как клей доглю по сути тоже своего рода версия компрессора далее версия от тирекс версия от слайд диджитал и посмотрим присед винтаж веси и от встроенного компрессора из лоджика то есть все они по сути воссоздают классический такой ssl компрессор давайте послушаем ну давайте отстроим на звучание сразу на первом какой-то и попробуем эти же настройки воссоздать на других версиях этого компрессора давайте послушаем как сейчас звучит наш микс но уже небольшая компрессия происходит на самом деле ssl компрессором компрессует очень 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 осторожно то есть не задачи как-то жестко компрессировать обычно используются отношении 2 к одному если мы говорим именно такой вот групповой компрессии и в данном случае компрессии барабанов 2 к одному соотношения атаку ставят либо 10 либо 3 то есть вы хотите больше щелчков от барабанов чтобы было более такая острая так и можете поставить 10 миллисекунд если он наоборот нужно склеить и сделать барабаны более такими ровными и слаженными то можно поставить 3 миллисекунды меньше это уже будет слишком прям будет все обрезаться вот ну давайте поставим 10 просто здесь все-таки такое такая рок-записи здесь нужно чуть по агрессивнее звучание ставлю 10 миллисекунд релиз тут достаточно длинные есть то есть в основном такие хвосты достаточно длинные даже полторы секунды это 0,1 также есть режим авто то есть режим авто это такой тоже достаточно часто используем именно на этом типе компрессор он есть почти всех этих версий плагинов авто режим авторелиз то есть он как бы сам слушает материал и в зависимости от входящего материала рассчитывает каждый раз время релиза можно его использовать а можно использовать более быстрые значения я люблю больше более быстрые значения на барабанах чтобы успевали прозвучать каждый элемент ударной установки особенно в быстрых темпах у нас здесь темп такой достаточно быстрый поэтому либо какие-то мелкие значения либо авто то есть я слушаю про что лучше звучит ну и компрессию я пришел параметр так ставлю чтобы компрессия где-то происходило на может быть два три децибела в каких-то громких частях там на брейках но не более и того и то иначе это будет слишком пережатый микс так ну авто мне не очень понравился он слишком как-то медленно здесь почему-то работает то есть прям слышен такой пампинг эффект у нас компрессор не успевает отпустить сигнал прежде чем произойдет следующий удар по какому-либо из барабанов и это конечно нам не очень подходит здесь то есть мы хотим чтобы у нас чуть компрессор работал как бы в ритме с барабанами и она 2 децибела добавлю громкости чтобы восстановить чуть компенсировать этот срез постоянной громкости то есть это нас версия без компрессора вот с ним благодаря make up гейна у нас чуть-чуть стал звук по напористей то есть нас атаки чуть выделяется 10 миллисекунд то есть более острыми становятся атаки каждого удара и при этом звук такой чуть становится более плотный особенно послушайте вот совместном бочку и рабочий то есть как бочка с рабочим сочетаются с компрессией как они чуть так скажем немножко разваливаются без компрессии то есть так все удары более на одном уровне звучат и пробивают принципе так с одной интенсивностью то есть для этого принципе используется бас компрессия так ну давайте попробуем такие же настройки сделать на версии от waves я сейчас поставлю здесь тоже здесь нет 0,2 здесь есть 0,3 миллисекунды так make up пока уберу тут тоже поставлена на 100 миллисекунд соотношение 2 к 1 здесь также у вас есть функция включения аналогового аналогового скажем так эмулятора то есть он эмулирует чуть-чуть гармоническое насыщение плагином звука и чуть-чуть такого низко 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 уровня его шума добавляет так сравним с прошлой версии здесь как будто бочка чуть так больше раскрывается чем здесь здесь как-то все больше выровнено здесь бочка чуть доминирует так я понял в чем проблема проблема в том что я неправильно поставил атаку так да сейчас наши настройки похоже насколько это возможно я немножко перед перепутала так с рельсом местами поставил те же самые настройки 1010 ну тут 0,3 здесь 0,2 все равно мне чуть больше нравится звучание waves версии потому что она какая-то такая чуть более раскрытая скажем так то есть как-то по абертонам может за счет этого насыщения она мне кажется чуть такой более более плотный так давайте посмотрим еще варианты релиз поставлю также так у соотношение 2 к 1 здесь есть сайте функция встроенного сочиня то есть например мы можем сделать так что компрессор не будет реагировать на низкие частоты это бывает на удобно например если вы сводите что-то такое больше хип-хопового направления где бочка должна быть максимальной гулкой низкой и но при этом хотите скомпрессировать остальную перкуссию которая выше буду более высокочастотная и вот таким образом вот этот вот external точнее internal сайдчейн он очень пригождается так попробуем здесь сейчас настроить уровне достаточно похоже единственно только вы опять же отличается тем что не чуть-чуть так бочка подкрашивается становится такой более такой рыхлый здесь же просто такая скорее техническая компрессия происходит ну вот у этого плагина в этой версии от сайт омик мне больше нравится как с бочка со снайером сочетается то есть снайер не проваливается он тоже раскрывается у native instruments чуть-чуть с нейр проваливается а здесь наверх такой более округлые получается и более насыщенный так ну давайте любом случае попробуем да здесь наверх так немножко пропадает дать попробуем от тирекс версию также 2 к 1 атака 10 миллисекунд релиз здесь тоже 03 у нас самое такое значение среднее так сочи нам здесь тоже не нужен make up поставлю пока по нулям тоже есть кнопка гармонического насыщения с ним тоже бочка чуть окрашивается как и в случае с waves так 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 ну даже версия тирекс мне больше нравится чем waves то есть тут бочка со снайлем еще так пожирнее скажем так окрашиваются и звучит достаточно плотно то давайте посмотрим версию от слои digital так 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 ну версия слайди диджитал он такая чуть более острая несмотря на те же настройки она так какого-то более полка и немножко мне кажется хоть чуть захлебывается но при этом бочка со снэйром такие прям очень атакующие очень такие острые получаются у тирекс мне пока больше понравилась версия именно с точки зрения того что я хочу добиться то есть более выровняла на звучание всех про всех элементов барабан установки то здесь их это не захлебывается и при этом бочка со снэйром достаточно плотные получаются а здесь ход как будто прыгает то тише то громче то тише то громче то есть опять же это где-то может сработать not в конкретном моем здесь примере моей композиции это не очень хорошо и давайте попробуем сделать что-то подобное на компрессоре logic опять же здесь нет прям конечно у лоджика нет такой четкой эмуляции тут скорее просто такой некий пресет чуть-чуть там какие-то алгоритмы меняются но в целом это все остается лоджиков с ким обычным компрессором просто с небольшими такими скажем видоизменениями поэтому мы здесь сейчас скорее просто до чуть-чуть подработаем просто саму сам вариант использования компрессора так автогейн выключаем я поставил режим в сам то есть чтобы он именно слушал сумму они ну то есть не пиковой был детекшена такой скорее rms рмс он слушает больше общую громкость от всех партий чем отдельные пики так ну и давайте сравним сейчас попробую здесь включить дисторшн это что-то здесь типа такой тоже сатурации она про тоже немножко по-своему работает не совсем так как у других плагинов вот можем режим hard оставить он такой вроде больше более похожий в принципе компрессии получается достаточно неплохая то есть такая очень аналогово звучащие в принципе такой вариант очень симпатично звучит то есть то что мне нужно здесь принципе получается давайте сравним с сейчас все варианты как мы сейчас их расположим поудобнее так и пойдем так вот по кругу и закончим на вот этом компрессоре так слушаем сейчас без компрессии вообще а 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 у меня лично здесь понравился больше всех вариант от тирекс он такой вот именно вот конкретно под вот эту ситуацию под этим барабаны он чуть-чуть вот больше ближе звучит тому какого результата я хотел добиться особенно благодаря вот этой кнопки grid второй вариант неплохой от сайт омик он такой более ровный без лишних приукрас но выравнивать очень хорошо тоже барабанные элементы от с от на этих инструментов не показался немножечко зажатым звук хотя те же самые настройки здесь в целом накачка прикольная но мне не очень понравилось что начинает жираться head и слишком начинает выпирать бочка после версии от слои digital в есть тоже немножко показался зажатым после этих всех версий то есть он где-то между по ощущениям этой версии и вот этой версии то есть между ними двумя я бы на минут поставил бы waves по характеру звучания ну и в принципе лоджиков ски тоже достаточно неплохо себя показал но не уверен насчет этого дисторшна он все-таки чуть по-другому работает какие-то обертона немножко не те подмешивают которые свойственные вот этим ssl консоли то есть так или иначе как вы видите что опять же вывод как и в прошлых видео на эту тему что несмотря на то что сам прибор по сути тот же самый процесс работы тот же самый даже те же самые настройки но от производителя к производителю меняется скажем так понимание того как должен звучать этот прибор к тому же опять же повторюсь что все эти производители основывались на каком-то конкретном и на нескольких конкретных представителях этого прибора то есть например там waves на своей консоли это все тестировали и с нее сделали такие скажем так слепки какие-то замеры из вычислений и так далее там t-rex например на другом оборудовании и так далее из-за этого получается конечный результат немножко другой вот поэтому лучше потестировать выбрать то что вам нужно но по сути конечно же есть эти настройки все чуть-чуть подправить где-то чуть подкрутить то звук будет вполне себе ну можно добиться такого же звучания не обязательно покупать все эти плагины для того чтобы иметь весь арсенал от этих вот звучаний то есть можно попытаться из одного плагина выжать больше поэтому здесь мы просто делали такое сравнение ну что ж на сегодня это все увидимся с вами следующих видео обязательно поэкспериментируйте попробуйте просто даже с встроенным logic компрессором вот эту висей компрессию поиспользовать например на шинах или на мастер-секции и именно почувствуйте вот это звучание то есть то как она склеивает элементы как только это прочувствуете вы уже сможете дальше принимать решение какая версия вам больше нравится встроенная в лоджик или сторонних плагинов и так далее то есть без этого сложно принимать это решение если вы в принципе не очень слышите понимаете разницу и не очень понимаете к чему вообще стремитесь чего хотите добиться то есть я делают эти эксперименты я немножечко скажем здесь так субъективен потому что я преследую какую-то свою конечную цель который мне звучит у меня в голове который я хочу добиться от конкретной вещи и сравнивать тот инструментарий который у меня есть какой из них ближе подходит к тому что мне нужно то есть это не значит что все эти остальные плагины менее качественные чем вот этот или наоборот поэтому это чисто конкретная ситуация конкретный случай но я просто показал вот этим примером что всегда нужно относиться ко всем действиям критически и во главу угла ставить то чего вы хотите добиться они то каким плагином в это делаете с вами был дмитрий урсул всем успехов всем пока